Молодой солист из Туркменистана Женисбек Пиязов саратовскую публику покорил Арии Сусанина из одноименной оперы. Почти единогласно ему присудили победу в премии зрительских симпатий. Среди 12 участников этого этапа конкурса Женисбек единственный, кто поет басом. Говорит, что такое признание, несмотря на наличие многочисленных побед в российских и международных конкурсах, для него самое важное. Уже дипломант признается, что участвовать в Собиновском фестивале вначале даже и не хотел. Конкурсы всегда тяжелые, потому что сколько нервов потративаются. И вот после конкурса Магомаева я участвовал в втором международном конкурсе с Мусимом Магомаевым и взял гран-при. Я тогда сказал себе, что я больше не участвую в конкурсе. А получилось, что я очень хотел спеть в этом театре. И моя педагога сказала, что там есть хороший театр. Привет-привет всем солистам и спой там, пожалуйста, ради меня. Беспрецедентный по количеству участников и зрителей 27-й Собиновский фестиваль организаторы провели под лозунгом «Только русская классика». Со сцены прозвучали арии из многочисленных русских опер на музыку Глинки, Мусоргского, Римского, Корсакова и Чайковского. По словам организаторов, Собиновский фестиваль уже стал традиционным для культурной жизни Саратовской губернии. Он запомнится этим дружелюбным солнечным залом, этими зрителями, которые приходили к нам. Большая благодарность всем, кто посетил наш фестиваль, потому что полные залы – это самая лучшая оценка всего того, что мы делаем. Традиция каждую весну проводить в Саратове фестиваль оперного искусства зародилась еще в 1986 году. А свое название в честь великого русского тенора он получил благодаря частым поездкам с гастролями в наш город Леонида Собинова. Екатерина Квальчук, Максим Пустовалов, РНТВ, Саратов. Субтитры создавал DimaTorzok